Рентген снимок удивил не только пострадавшую, но даже медиков. Светлана Бедарева в марте прошлого года подскользнулась на улице и упала. Как выяснилось, не очень удачно. Коротко диагноз звучал так – перелом плечевой кости со смещением. В дежурной больнице женщине наложили гипс и рекомендовали обратиться к областному травматологу. В областной травматолог принимает два раза в неделю, получается, там запись за две недели. Попали кое-как сейчас за счёт от ковида. Из-за ковида у них там тоже работают они непонятно как. В областной, вот только я тогда, вот в областной, когда вот к Мальцевой попала, вот я тогда только поняла, что у меня такой серьёзный перелом. Вот она мне в открытую сказала, что за голову схватилась. И она говорит, а ничего там, говорит, тяп-ляп, говорит, вам гипс наложили, говорит, отправили. Вам срочно, говорит, надо к землянскому, главному травматологу. К нему тоже очередь за две-три недели. И просто так я сама лично к нему попасть не могу. Нужно направление от лечащего врача, чтобы он меня поставил, да, у меня направление. Женщина в течение четырёх месяцев мучилась и ходила от одного доктора к другому. Из-за страха стать инвалидом жители Камчатки обратились к депутату Ирине Яровой. Когда это случилось, я вынужден был отказаться от работы, потому что я моряк, хожу в море. И уйти море на полгода, оставив свою супругу, в таком состоянии не мог. И мы прошли семь кругов АДА, и если бы мы Ирине Анатольевне не позвонили, мы бы не знаем, где бы мы на сегодняшний день были, потому что везде были сплошные отказы. Вице-спикер не только договорился об операции с московской клиникой, но даже помогла с покупкой авиабилетов. Ну, по крайней мере, я сейчас всё равно полноценно живу. Она может сейчас картошку чистить, где-то пыль протереть, где-то ещё что-то сделать. Я бы вот так вот, получается, вообще ходила, жила с одной рукой, не помыться. И дома, конечно, тоже уже такие вещи не делала, как сейчас. Ирина Анатольевна, огромное вам спасибо от нашей всей семьи, от Чарочки обязательно, что вы нам помогли, потому что реально мы бы без вас просто не смогли довести эту ситуацию до этого момента. Потому что в нашей стране, к сожалению, существует такая проблема, как здравоохранение. Сейчас Светлана Бедарева уже дома. Снова в больницу ей придётся ехать через полгода, чтобы снять металлические штифты. Алиса Латыпова, Антон Дутов, информационное агентство «Камчатка». Алиса Латыпова, Антон Дутов, информационное агентство «Камчатка». Алиса «Камчатка». Алиса Латыпова, Антон Дутов. Алиса Латыпова, Антон Дутов, информационное агентство «Камчатка». Субтитры создавал DimaTorzok